Я всех приветствую на своем канале и сегодня мы поговорим о 15 способах, как заработать в декрете. Ни для кого не секрет, что как только мы садимся дома с нашим маленьким боссом, что кроме него у нас практически никаких возможностей нет. И достаточно долго нужно думать, что можно сделать, как можно сделать для того, чтобы заработать для этого же босса в том числе. Ну и вообще, когда в семейный бюджет приносится какая-то копеечка, я думаю, что это лишним не будет. Я забеременела. Первое, что я сделала после того, как узнала, что все хорошо, это взяла блокнот и начала писать, что я могу сделать в декрете, как я могу принести свою какую-то частичку в семейный бюджет. Потому что для меня, как для женщины, важно чувствовать себя самореализовавшейся полноценной личностью, которая не только сидит с ребенком и не только мамочка, но еще и жена, еще и подруга, и еще человек, который может и заработать, и который стоит хоть как-то на ногах, хоть как-то чувствует свою какую-то самореализацию. Для меня, например, это очень важно. Я думаю, что если это важно для вас, вы смотрите это видео. Поехали! Итак, первое. Если вдруг вы шьете, тогда вы можете делать своими руками. Следующее. Вы можете шить на заказ, да, всем известно, выставляя свои работы на ebay, выставляя свои работы в инстаграм, либо давая какие-то объявления, все зависит от страны, от места, где вы живете. Можно придумать несколько каких-то моделек, которые вы шьете хорошо, особенно что касается деток. Какие-то обалденные сарафаны для фотосессии, какие-то шапочки, чепчики, какой-то комплект на выписку. То есть отточить конкретно, может быть, какой-то наборчик или какие-то элементы и выставлять именно их. Если вы живете в Германии, вы можете делать это на ebay, кляй, на ансайге, или в инстаграм, это очень хорошо идет. Далее. Если вы шьете, опять же, что вы можете делать? Вы можете шить развивающие кубики или развивающие книжки. Здесь вообще фантазия безгранична, и мамочки это покупают. Придумайте какую-то фишку. Придумайте какой-то, может быть, новый элемент. Займитесь этим, и люди будут покупать. Выставляйте в инстаграм, продвигайте, пробуйте, выставляйте в ebay, рекламируйте, соцсети, где угодно. Как правило, все новое, это хорошо забытое старое. Если вы сейчас посмотрите то, что делают девчонки, я, например, многое из этого видела тогда, когда была маленькой. Или в старых журналах, там, по вязанию, по шитью, там, по макраме еще почему-то, почему-то. То есть, очень многие поднимают какие-то старые вырезки и как-то в своем мозгу перерабатывают и делают какие-то новые фишки. Далее. Если вы хорошо вяжете, то можно что делать? Ну, первое, это вязать на заказ, да, просто вообще любые вещи. Далее. Можно также отточить несколько моделей. Например, шапочки. Очень хорошо девчонок идут в инстаграм. Вот она вяжет 2-3 шапки, то есть 2-3 вида шапок. Только тут коса так, тут коса так. Шапки всякие бывают. И с вытянутыми петлями, и с хохолками. Сейчас очень хорошо идут шапки там с единорожкой, с ушками, с усиками. Все как угодно. С глазками, с животными. Придумайте несколько моделей, отточите их, делайте их на заказ. Например, в инстаграм продвигайте, продвигайте также на ebay. Если вы в других странах находитесь, может быть, какие другие у вас источники есть. Пробуйте, пробуйте. Найдите какую-то фишку, не нужно там выкладывать 300 каких-то моделей. 2-3-4 модели отточите и пробуйте их. Вяжут девчонки комбинезоны. Везде в интернете есть мастер-классы, что по шитью, что по вязанию. Точно так же комбинезоны вяжут с косами. Здесь я сама такой же заказывала и с ушками. Просто человек мне говорит, у меня запись на комбинезон на 4 месяца вперед. Берите, вяжите. В Европе, например, вообще этого очень мало. Ну, очень мало. Купить где-то вот такую хорошую вязаную вещь из хороших ниток практически невозможно. Если даже я что-то куплю, это будет какая-то полусинтетика, непонятно что, непонятно из чего сделанное. Например, вот прямо из шерсти купить, либо это будет стоить просто под 100 евро. Например, вязанный из ангорки комбинезончик, что-то типа 98 евро я видела. Или 95, ну какая-то такая цена, просто космическая. Представляете, 100 евро комбинезон. Просто обалдеть, вязанный. Далее, если вы вяжете, что можете еще делать? Вы можете вязать мягкие игрушки. Тоже выберите свинюшек или к новому году следующему. Посмотрите, какой год будет. Отточите какие-то модельки. Посмотрите старые журналы, там делаю своими руками, вяжу там спицами, крючком. Отточите, опять же, выкладывайте, пробуйте. Далее, если вы хорошо вяжете для фотосессии или на выписку из очень классных ниток, из какого-то махера классного, из, может быть, кашемира, вяжите. Всякие вяжут, девчонки, шортики с лямочками, с ушками. Из, вот знаете, белых, просто таких вот махеровых ниток классных для первой фотосессии. Найдите какие-то модели шапок с крыльями что-то, каких-то платьишек, потому что сейчас очень люди делают охотно фотосессии и покупают одежду для фотосессий. Также выкладывайте, пожалуйста, Инстаграм, пожалуйста, Ибэй, пожалуйста, другие источники, соцсети, все что угодно. Далее, если у вас просто золотые руки, то можно заняться валянием, можно делать различные игрушки с помощью валяния этой техники. Девчонки делают, я видела, собак потрясающих, кошек потрясающих, как сувениры. У иностранцев вообще это идет просто на ура. Если вы хорошо владеете бумагой, фантазией, можно делать скраббукинги, можно делать объемные цветы. Сейчас у девчонки очень многие делают объемные цветы, что-то с именем, тут цветы, имена. Сейчас начали добавлять подсветку. Сами лепестки делают из материала, который светится. То есть это и светильник, и красиво. Далее, если вы очень такой талантливый человек и можете руками хорошо что-то делать, делайте подарки. Например, в виде букетов. Там, я не знаю, для мужчины что-то в этот букет входит. Для женщины из каких-то фруктов съедобные подарки, несъедобные. Далее, делайте коробочки для новорожденных. То есть это такие коробки, где очень много всяких отсеков. И это для хранения, например, бирочки с роддома. Это первый зубик, первые волосики состриженные. Это, например, с выписки какая-то бумага. Это там на кроватке что-то висело. Много таких моментов, которые женщина найдет, что положить в эту коробочку. Можно, например, первый памперс, вот этот малюсенький, первого размера. Или первые какие-то ползуночки, или первая сосочка. Делайте коробочки для новорожденных. Далее, можете делать, вырезать какие-то рамки. Ну, то есть в зависимости от того, какие возможности у человека. Если есть какая-то машина, или можете ее приобрести, которая вырезает и по дереву. Пожалуйста, всевозможные с именем, с датой, рамки. Выставляйте. Это все есть и на ebay, это все есть и на амазоне. Есть в России, я знаю, ярмарка мастеров. Пожалуйста, творите. Далее, все, что касается развития детей. Тут мамашки готовы тратить любые деньги, лишь бы свое чадо как-то занять и развить. Есть всякие сенсорные коробки развивающие, где всякие плавающие шарики, различные текстуры, структуры шарики. Потом там спрятаны всякие зверюшки для того, чтобы ребенок играл. Также бизи-борд кубиками различные фиговины туда встраивают, продают. Либо это просто будет доска, где все это пристегнуто, где ребенок может открывать, закрывать, замочки, всякие там ячейки, что-то складывать. Все, что касается развития, включите мозг, включите воображение, что вы сможете сделать своими руками. Вырезать или выжигать, или как-то придумать. Вот, пожалуйста, бизи-борд. Далее, развивающие коробки для того, чтобы ребенок играл. Также, если руки из того места, макраме, плетите. Сейчас офигенные кашпо, офигенные вещи плетут девчонки, офигенные шторы, все, что угодно, из толстых ниток. Можно вязать из толстых ниток, которые прямо в руку толщиной. Вяжите пледы, пожалуйста. Какие-то шары, на которых можно сидеть, или декоративные, пожалуйста. Далее, если вышиваете, вышивайте, выставляйте картины бисером. Картины можно вышивать чем угодно, хоть крестиком, хоть гладью, хоть макраме. Придумайте это на какие-то вещи детские. Может быть, вы будете покупать какие-то кофточки, например, просто белые, будете там что-то такое необычное вышивать, или имя вышивать ребенку, или на шапочке, на выписку. Вот будет комплектик. Выставляете, делайте несколько наработок, выставляете это, пробуйте. Это было первое. Второе. Самое простое, что только может быть. Если вообще абсолютно руки не из того места, и не знаете, что можно сделать, и как можно заработать, продавайте все на ebay. Скачивайте приложение в телефон, делается все за пару минут. Продавайте все, что вам не нужно. Просто пересмотрите свой гардероб. Старые туфли, юбки, все, что не носите, пальто. Сделайте так, чтобы у вас был один отсек, и там была зимняя одежда, летняя, весенняя. Остальное, что не носите, все продавайте. Это все идет на ура. Выставляйте нормальную цену, люди покупают. Если, например, цена дорогая, выставляйте дешевле, выставляйте по нескольку вещей. Если вовремя не покупают, какое-то время простояла вещь, убирайте, через некоторое время выставляйте заново, уже с новой фотографией, с новой ценой. Продавать можно все, что угодно. Вот сейчас мы расхламляем квартиру потихонечку. Мы уже столько всего продали. Мы уже продали несколько шкафов. Я продала комнатные цветы. Мы продали тумбочку. Мы продали детские качели. Ну, много вообще всего продали. Я детскую какую-то переноску продала. И людям это надо. Они звонят. У меня цветы, домашние обычные цветы, какие-то полузагибающиеся, ушли просто вообще на ура. Как горячие пирожки. Я вообще не успела рот открыть, как их уже выносили. И у нас вообще был один день какой-то. Один пер с подвала там шкафы, другой из квартиры пер цветы. И просто вообще вот так вот. Все просто как горячие пирожки. Вот сейчас застой. Сейчас пока период такой, что никто ничего не покупает. Третье. Что вы можете еще делать в декрете? Вы можете ухаживать за домашними животными. Люди сейчас достаточно много путешествуют, достаточно часто уезжают. В Европе это идет тоже неплохо. Можно дать объявление в местных каких-то газетах или на том же ebay. И тот, кто уезжает в отпуск, будет к вам обращаться. Здесь вы можете убить двух зайцев сразу. Вы можете брать с собой ребенка по договоренности с хозяевом. И ребенок будет общаться и с животным. И будете получать какую-то денежку. Особенно подгадывайте на праздники, когда люди больше всего уезжают. На майские праздники или на пасхальные праздники, на новогодние, на рождественские. То есть смотрите, когда люди больше всего уезжают и когда нужна такая помощь. Но в России, как правило, принято соседей просить или друзей. А в Европе, кто живет, здесь это принято. Четвертое. Вы можете выучиться на фотографа. Пройти какие-то элементарные курсы. Или даже в интернете. Купить нормальную технику. И может быть даже организовать какой-то уголок дома. Или просто, как вот у меня здесь некоторые девчонки есть приезжие. Они просто ходят домой. В Европе это тоже принято. Не нужно никакой студии. Фотосъемка дома. И мы первую фотосъемку делали с девочкой. Она приходила просто к нам домой. Имеете элементарные навыки фотографирования, обработки различных программ. Научитесь этому, особенно вам, если это интересно. И пробуйте. Просто сделайте цену изначально несколько ниже. Фотографируйте. Выставляйте, обрабатывайте. И зарабатывайте какую-то денежку. Вы всегда можете назначить дату так, как бы было вам удобно. Далее. Пятое. Если хорошо у вас подвешен язык, вы можете вести свадьбы или корпоративы. Если знаете какие-то конкурсы. Если вы человек, массовик, затейник. Если мозги тоже в этом направлении работают. Язык подвешен. Можете вести свадьбы, корпоративы. Объединиться с русскими девчонками. Созвониться. Написать. Посмотреть, кто что ведет. Тоже это вполне возможно. Шестое. Вы можете также пройти либо курсы какие-то, либо поучиться на астролога. И делать астрологический прогноз. Тоже зная людей, которые этим занимаются. Просто за меньшую сумму. Если вы, соответственно, не так давно занимаетесь. Просто берете совсем другую сумму. Но опять же, это будет копеечка. Также можете рекламироваться и зарабатывать какую-то денежку на астрологии. Седьмое. Если есть знания по какой-то конкретной стране. Особенно, если вы переехали осознанно и знаете языки, вы можете работать гидом. Посмотрите, как в вашей стране это возможно сделать. Как можно устроиться. Либо пройти какую-то аттестацию. Либо какие-то курсы. Либо какую-то корочку. Тоже можно в свободное время, в свободном графике работать гидом. Может быть, даже это будет какое-то частное объявление. Вы просто можете показывать там какое-то конкретное место. Знаете историю. Тоже как идея. Это гид. Восьмое. Разводить домашних животных. Можете завести какую-то очень маленькую породистую собачку. Или какую-то породистую кошку. Там сфинкса какого-то. Или какую-то там редкую породу. И просто разводить дома животных. Можно завести там буквально мизерную чихуахуа. И разводить этих собачек дома. Это будет и присмотр за ребенком одновременно. И за животным. И игра ребенка с животным. И вы находитесь дома. Собачки эти здесь стоят порядка тысячи евро. Одна собачка. Один щеночек. Вполне возможен и такой заработок тоже. Девятое. Интернет-магазин. Можно открыть какой-то маленький интернет-магазин. Или профиль в инстаграм. Продавать все, что угодно. Посмотрите, что поблизости вы можете продать. Или купить дешевле для того, чтобы продать. Например, если вы живете в других странах. Посмотрите, какие марки вы можете продавать. Что вы можете дешевле покупать. Для того, чтобы продажей заниматься. Мне, например, одно время очень нравилась идея продажи пряжи. Всего чего угодно. Пуговиц каких-то красивых. Что сейчас тоже пользуется достаточно большой популярностью. То есть все, что вам придет в голову. Создали интернет-магазин. И продаете что-то, можно небольшими партиями. Что-то такое небольшое. Чтобы, опять же, вас не отвлекало от ребенка и ухода за ним. Десятое. Все, что касается красоты. Эпиляция, ресницы, ногти. Все, что угодно. Особенно, если вы находитесь в Европе. Это пользуется тоже большой популярностью. Потому что здесь красотой, как я говорила, достаточно проблематично. И трудно найти качественного мастера и специалиста в своем деле. Чтобы вот прям сделал супер. Поэтому пробуйте. Можно тоже выучиться. Либо при какой-то фирме, потом приходящим, уходящим мастером. Работать при каком-то салоне. Либо это делать на дому. Соответственно, оформив все это. В Европе с этим строго. Либо, если вы в России, тоже можете на что-то выучиться. Посмотреть, что лучше идет. Если делать эпиляцию, например, можно там делать еще какие-то наклейки. Там что-то в интимной зоне. Или что-то такое придумать. Девчонки тоже это делают. Я много мониторила. И знаю, что тоже идет. Одиннадцатое. Если вы являетесь специалистом в какой-то области, пожалуйста, делайте консультации в скайп за денежку. По любой отрасли, науке, культуре, языку, всего чего угодно. Хоть бы хоть что-то. Организуйте работу таким образом, чтобы просто давать уроки по скайпу на интересующие людей тему. И то, в чем вы являетесь профессионалом. Например, вы знаете английский язык, или знаете испанский язык, или прекрасно вяжете, или что-то еще делаете. Все можно делать в скайпе сейчас. Все абсолютно. Если вы психолог, можете давать какие-то консультации. Все делайте в скайпе без проблем. Двенадцатое. Создание какого-то сайта. Например, сайта знакомств. Или еще какой-то сайт у вас будет, на котором вы можете зарабатывать деньги и который вам будет приносить доход. Тринадцатое. Инстаграм. Можно зарабатывать и в инстаграм денежку. Пожалуйста. Тоже без проблем. Регистрируйтесь. Выкладывайте интересные посты. Обязательно пройдите в ютуб обучение. Как можно там зарабатывать. Что нужно делать для этого. Как набрать подписчиков. Если вам это интересно, пожалуйста. Видео минимум. Фотографируйте, выкладывайте, зарабатывайте. Главное, чтобы ваша жизнь была интересна. Главное, чтобы была интересна тема. А еще лучше, если это будет какая-то фишка. Четырнадцатое. Не знаю, как это работает в России, но в Европе это работает очень хорошо. Зарабатывать можно с помощью своего ребеночка. Причем, чем меньше ребеночек, тем лучше. Здесь есть детские модельные агентства. Они устроены следующим образом. Есть агентства, которым нужны детки, как модели. Для того, чтобы потом размещать этих деток на каких-то этикетках, на каких-то наклейках. Или если вы покупаете какую-то обувь на каких-то коробках и так далее. Там есть свои нюансы. Тоже нужно посмотреть, какие агентства недалеко от вас находятся. Где это можно сделать. Но в Германии их достаточно много. Опять же, не факт, что вас каждый раз пригласят. Не факт, что заинтересует именно ваш ребенок. Делается следующим образом. Вы ищите такое модельное агентство, где ребенок может быть в качестве модели. Ребенок может быть от рождения просто. Пишите туда, присылайте фотографии. Если вы заинтересовали это агентство, к вам обращаются. Вы подписываете договор, встречаетесь, обговариваете нюансы. Далее вам звонят, когда вы нужны. Делают фотосессию. И потом эту фотосессию продают. Для того, чтобы потом размещать вашего ребенка на каких-то этикетках, наклейках, товарах и так далее. Способ не грязный, не пыльный. Но для мамы очень суетной. И у кого есть определенные амбиции, для того, чтобы ребенок был моделью, вполне можно заработать какую-то денежку. Я слушала тут одну девчонку в YouTube. Она рассказывала о том, как она зарабатывает. У нее ребеночек смешанный по цвету кожи. И говорит о том, что бывает иногда заработок в пределах 100-120 евро за одну такую сессию. Это если не видео, это если просто съемка. А так, в принципе, обращаются, но обращаются немного. И если есть такие заказы, то вполне можно заработать какую-то копеечку тоже. И пятнадцатое это YouTube. На YouTube тоже можно заработать. Пожалуйста, создавайте свой профиль, регистрируйтесь и начинайте снимать. Главное, чтобы ваш контент был интересен. Если то, что вы говорите, если то, что вы доносите интересно людям, это рано или поздно принесет свои плоды. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если вы, например, не владеете разговорной речью, вы не хотите сидеть перед камерой, не хотите что-то рассказывать, снимайте свою жизнь, снимайте влоги. Снимайте то, что будет интересно. Думайте над тем, какие бы могли быть в интернете запросы и что могло бы интересовать людей. Снимайте на эту тему видео. Если, например, вы не можете снимать свою жизнь, у вас не получается и говорить вы тоже не можете, есть прекрасная техника АСМР. Если вы красивая, молодая, ухоженная девушка или женщина, шуршите, шепчите, посмотрите, кто не знает, что такое АСМР. И можете заработать на этом. Сейчас девчонки, которые снимают видео, имеют по 200 тысяч, по 300 тысяч просмотров за одно видео. А то и больше. И подписчиков тоже под миллион. Поэтому можно, в принципе, воспользоваться и этим. Если, например, вы и не знаете, как это делать, и тоже не можете, пожалуйста, снимайте то, что вы умеете. Умеете вязать? Снимайте, выкладывайте видео по вязанию. Умеете плести макраме? Плетите, выкладывайте уроки по макраме. Вышиваете крестиком? Вышивайте, выкладывайте уроки по вышивке. Хорошо готовите? Выкладывайте уроки по готовке. Никаких проблем. Если вы занимаетесь фитнесом, ведите какие-то уроки фитнеса. Показывайте, как делается растяжка, как делаются какие-то упражнения на похудение. Можете также читать письма подписчиков. Можете создать какую-то рубрику. Возможно, будете вести какие-то марафоны похудения. Думайте, думайте. Можно заработать, реально можно заработать. Снимайте. Для этого не обязательно иметь какую-то профессиональную камеру. Вполне возможно, нормального телефона. Все остальное, микрофоны, все что угодно можно купить в интернете. Есть куча уроков, как снимать, благодаря чему снимать, что нужно делать. Проходите эти уроки и в путь дорогу. Итак, если мое видео вам было полезно и вы нашли для себя хоть какой-то способ заработка, я буду очень и очень рада. Подписываемся на канал, ставим пальчики вверх и до новых встреч. Пока-пока.